Пусть его ударит дверью за все то, во что не верил. Услышала я на этой неделе эту чудесную песню и подумала, а почему бы ее не посвятить всем тем, кто в комментариях громко кричал «Вои не будет, вы бредите» или «Никто не заставит ваших детей исполнять гимн в школе». Это когда я рассказывала про инициативу Мединского. И что же, друзья, произошло? И то, и другое в наличии. Все, как я и предсказывала. Теперь даже интересно послушать оправдания тех, кто не веря визжал и брызгал слюной. Хотя нет, неинтересно, потому что у каждого из нас своя дверь. Это «Вести без Киселева», совместный проект каналов «Реальная журналистика» и «Ермак Медиа». Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, вопреки всем визгам, что этого не будет, это все-таки произошло. С сентября каждую неделю российские школы будут обязаны начинать с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С 1 мая это начнут делать пилотные школьные заведения страны, а вот кому-то оказалось настолько не втерпешь, что выучить гимны и закупить флаги они решились уже на этой неделе. В понедельник сразу в нескольких регионах школьную неделю дети встретили под незнакомые аккорды. Для тренировки, прокомментировало руководство. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Подобные цирковые представления на этой неделе прошли в Самарской, Кемеровской, Нижегородской и Свердловской областях, а также на Дальнем Востоке. В Татарстане эта нагрузка удвоилась, там занятия будут начинаться с подъема двух государственных флагов и исполнения гимна страны и республики. Я не знаю, как подобное действие оцениваете вы, но я категорически против, и этому есть вполне логичное объяснение. Ну, во-первых, я не понимаю, какие цели закрываются подобными выступлениями. Воспитание патриотизма и бубнеж под нос гимна – это разные вещи. Что этим вы хотите вложить в детей? Я вам больше скажу. Вы этот вопрос можете задать любому школьнику, и ответ вас совершенно точно не обрадует. Я помню свое детство, когда мы гостили у бабушек и дедушек, когда ходили гулять в лес, когда на каждой гидплощадке по выходным выступали различные музыкальные группы, когда мы, не обращая внимания на разодранные коленки, продолжали игру в казаки-разбойники. А что увидит поколение наших детей? Бабушек и дедушек они точно не увидят, потому что им подняли пенсионный возраст, и они наравне с родителями пашут. А тот единственный свободный от работы день посвящают домашним заботам. А где старые гидплощадки? А где летний загородный лагеря? Да о чем я? Когда у нас острая нехватка садиков и мест в школах. В моем первом классе гимн не пели, но более 30 лет назад я любила ту действительность, в которой жила, а потом ее след начал потихоньку исчезать. И на выходе сегодня от патриотизма и любви к родине остался только гимн, который, я вас уверяю, дети не оценят. Но учитель моей племянницы, например, заявила, что подобные вещи очень сплачивают коллектив. А для чего? Задалась вопросом я. А правильно, потому что управлять стадом гораздо проще, а выпадающие звенья, как правило, становятся такими, как мы с вами, теми, кто подвергает сомнению любое неразумное действие. Кстати, да, про стадом. Помните, я как-то рассказывала вам про компанию Simuland, которая всеми руками и ногами всегда за своего президента. Они же поют и слушают гимн, они же частенько устраивают различные флеш-мобы и снимают видеоролики своей гражданской позиции. За веру и за семью, за светлую, ё-моё, за душу живую в без неугас. За тех, кто погиб в бою, за мир на плечах у нас, за Донбасс, за Донбасс, за Донбасс. Маски сброшены. Мы защищаем интересы нашей страны, нашей великой России. Мы поддерживаем нашего президента, нашего верховного главнокомандующего. Да! Короче говоря, друзья, надеюсь, теперь вам стало всё понятно. Начинаете в школе, продолжаете в Симолэнде, заканчиваете... Ну и непонятно, как и где заканчиваете. Потому как поддерживаете спецоперацию, отправляетесь на спецоперацию. По-моему, это более чем справедливо. Но! Некоторые моменты для меня так и останутся загадкой. Например, поступок депутата Рябцевой. Помните, это та тётенька, жизнь дочери которой зависит от американских приборов. Так вот, когда перед ней встал вопрос, Донбасс или собственный ребёнок, она выбрала Донбасс. Восемь лет идёт война. Восемь лет. Убивают детей, убивают женщин. Восемь лет весь мир закрывает на это глаза. У меня ребёнок болеет тяжело. И когда мы нажимали кнопку, за то, чтобы поддержать президента, за Донбасс и за Луганск, я знала, о чём мне это грозит. Я под санкциями. И вся моя семья под санкциями. И те приборы, которые стоят на моём ребёнке, они американские. И я знаю, что сегодня я на кон поставила жизнь своего ребёнка. Но те убитые дети, они всё расстали на свои места. Нужно единство. Нужно сплотиться. Но самое главное, нужна наша поддержка, наша армия. Мы вместе с президентом. Мы вместе с нашей великой армией. Мне искренне непонятно, как можно услышать от женщины подобные высказывания. Если в угоду политике она не щадит своего ребёнка, то о какой заботе о наших детях может идти речь. В общем, друзья, не верю я в этот навязанный нашим детям патриотизм. И ничего хорошего от исполнения гимна в школах не жду. Бабушек и дедушек он школьникам не вернёт. Тёплые туалеты не построит. Вываливающиеся окна на пластиковые не заменит. Да и бумажную сосиску не превратит в мясную котлету. Хотя, про какой гимн мы вообще говорим, когда у нас базовая потребность в безопасности и та не закрыта. На этой неделе в Ульяновской области 26-летний убийца лишил жизни двух малышей и их воспитательницу, после чего покончил с собой. Охраны в саду не было. Существовала лишь только тревожная кнопка, нажать на которую сотрудники не успели. После случившегося началась комплексная проверка всех образовательных учреждений региона. Не может быть! А мы просыпаемся только после случившегося? Сработать на предупреждение там, где это действительно необходимо, мы не можем? Ведь это не первый случай проникновения в сад психически нездоровых личностей. И выводы до сих пор не сделаны. Издание «Подъём» сообщает, что первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова уже не раз выходила с инициативой охраны школ и детсадов сотрудниками Росгвардии. Бабушки и дедушки, говорит она, замечательные люди, но обеспечить безопасность детей они не могут. А в этом детском саду не было и их. Но инициативу Лантратовой законодатели не поддержали, при этом не утруждая себя пояснениями. А ведь, друзья, это хорошая идея. Вместо того, чтобы гонять детей и стариков с невидимыми плакатами против агрессии, защищать тех, кто действительно беззащитен и нуждается в помощи взрослых. Но нет, зачем? Кто будет разгонять митинги? Кто будет задерживать оппозиционеров? И кто, в конце концов, будет заботливо клеить себе на стекло патриотический знак, в то время как в детском саду безжалостно расправляются с маленькими детьми? Я, если честно, вообще начинаю бояться патриотизма. В нашей стране какой-то он странный. Где черное – это белое, где война – это мир, свобода – это рабство, а незнание – это сила. Надеюсь, все поняли, что это цитата из книги Орвелла, поэтому термин «спецоперация» здесь явно лишний. И да, в свете последних событий быть российским патриотом в некотором роде стало даже опасно. На этой неделе в СМИ завирусился очередной кринж 99-го уровня. На Соловьева готовилось покушение. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы. Да-да-да-да, на того самого, который патриот, пропагандист, итальянский мачо-танцор и как его только не называют. Причем причину своей смерти Соловьев знает сам. Говорит, это месть Зеленского. В этой ситуации меня больше всего умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть сюда засылают всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. Ну уж не знаю, насколько Зеленский обидчивая натура, но кадры задержания реально позабавили. Зеленский обидчивая натура. Руку! И все бы ничего, и можно было бы порадоваться за наших ФСБшников, если бы не несколько, но, друзья, мне одной показалось, что все наши задержания, как бы это сказать помягче, на одно лицо. Качество съемки всегда уровня Nokia 3310, и это век гаджетов, где любой смартфон снимает не хуже профессиональной аппаратуры. Лица виновных всегда скрыты, а почему боятся, что мы да за своего Соловьева линчуем его обидчиков вот этими самыми руками? Так я их успокоить хочу, мы влезать в дела ФСБшные вовсе не собираемся. Ну и это не считая того, что вы тоже, наверное, обратили внимание на постановочность самого первого кадра. Не успел товарищ в дверь постучать, а там ему уже и открыли. Ну да, ну да, в России это, видимо, называется гостеприимство. Сидишь ты такой, готовишь покушение, вдруг стук в дверь, и ты такой, не посмотрев в глазок и не спросив, кто там, распахиваешь дверь вооруженным ФСБшником. Причем одновременно со стуком. Тут тебя заворачивают и кладут мордой в твои же кроссовки, пообещав позже заботливо заблёрить твое лицо. Но самое интересное началось на допросе, когда каждый из допрашиваемых настолько хорошо выучил текст, что отвечал, не дослушав вопроса. Откуда у вас обнаружено оружие? Оставили скауты малые. Кто такие скауты малые? Члены нацистской группы. Зачем им нужно было оружие? Для устранения пропусков деятеля. Кого обсуждали? Славьёна. Кто давал задания? МСБ Украины. В какие сроки нужно было сделать? Как можно быстрее. Что потом собирались? Они собирались выехать в Украину. По указанию СБУ давал указания, распоряжения на кратчайшее устранение Соловьёва. В период с января по март 2022 года приезжал на квартиру, где обсуждались в моём присутствии поджоги машин с символикой поддержки спецопераций, а также военкоматов. Ну и, помимо этого, убийство. Кого убийства обсуждались? Убийство людей, которые несли пропаганду. То есть Соловьёв, Писелёв, Скобеев, Попов и так далее. Киосаян, Симонян. А, так вот оно что. То есть Соловьёв не единственная цель СБУ, и Зеленским дело не ограничилось. Были, оказывается, и другие кандидаты на чёрный мешок с молнией. Я только одного не понимаю, а зачем убирать пропагандистов? Они же просто говорящие головы, трансляторы диктуемой свыше идеологии. Ну не будет Скобеева, будет Петрова, погибнет Соловьёв, родится Дроздов. Но ведь это так очевидно. Вы же не стреляете в радио, которое сообщило вам плохие новости. Да и вот ответьте мне на вопрос, если пропагандистов вдруг не станет, а кто расстроится? И кому вообще есть дело до жизни и смерти российской пропаганды? Если уж хотели чего-то по-настоящему фееричного, взяли бы фигуры покрупнее, да повыше. А то в ответ получили жалкое и насмешки. Потому как вся задумка с покушением, на мой взгляд, получилась крайне неудачной и малоправдоподобной. Зато крайне сильно и достаточно правдиво на слова Соловьёва отреагировали екатеринбуржцы. У вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либераты, которая породила многих подонков, те раскрывающиеся за границей, начиная от Волкова и заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. На этой неделе он назвал нас центром мерзотной либераты, чем в определенной степени вызвал недовольство Свердловского Губера. Горожане вас будут очень ждать на вашей лекции, для того, чтобы высказать вам свою позицию. Я думаю, что, я надеюсь, что это было в горячах и необдуманно. А на Урале, напомню, это опорный край державы, очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком. Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть мы теперь, я должен говорить, как с губернатором? Или там следить за базаром, поганой метлой? Это что вот сейчас было, следить за языком? То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не заводы, а преступных группировок бандитских? За языком следить? Кстати, если Куйвышев маечку снимет, у него как там, воровские звезды не запалают? Может, он уже у нас авторитет немеренный? Так вот, тебе следовало бы знать, что когда Евгений Куйвышев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки, как таковой, уже давно не было. Он пришел из Тобольска, из Тюмени. И если бы тебе делала замечание уралмашевская группировка, которая тоже убежден, настроена патриотично в отношении нашего города и нашего региона, они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали, слышь, ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города, а еще лучше закуси свое поганое жало. Но тебе же сказали не так, а ты перешел на оскорбление. Губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Позже, к словам Куйвышева, добавился и комментарий Эдуарда Росселя, по которому Соловьев, также уличив удобный момент, проехался самым неудобным образом. «Придите в чувство, господин Россель», – закончил свою речь российский пропагандист. Позже на защиту уральцев стали и другие политики. А депутата городской думы Константина Киселева искренне удивил ответ нашего полпреда, который с высказыванием Соловьева почему-то согласился. Сегодня по сообщениям Киселева уральцы массово обращаются к нему с предложением начать сбор подписей за снятие Якушева с должности. И что-то подсказывает мне, что это далеко не блеф. Короче говоря, друзья, слово «не воробей» вылететь не поймаешь. А вот вылететь со своего нагретого места у нынешнего полпреда есть все и причем реальные шансы. А провокатор кто? А провокатор Соловьев. А я в таких случаях всегда говорю, а вы не провоцируйтесь, потому как язык мой, враг мой – это про Соловьева. И Зеленский по сравнению с задетыми за живое екатеринбуржцами может оказаться куда безобиднее. Так что, господин Соловьев, будьте аккуратнее. В своих высказываниях. Хотя, какой адекватности мы хотим от наших пропагандистов? Вы телек давно включали? Видели, что показывают федеральные каналы в прайм-тайм и на широкую аудиторию? Нет? А я вам сейчас покажу. В одном из домов по улице Митрополитская мы нашли, там был такой двухэтажный дом, и в украинское время, когда там была еще Украина, и стояли нацбаты, там базировалась организация, ну, нетрадиционных ориентаций, геев, лесбиянок, ну и всего остального, что там можно еще сюда приписать. Она напрямую финансировалась американской общественной организацией USAID. На этом доме есть табличка с полным указанием. Если обратить внимание, ну, просто почитать относительно истории этой организации, то мы увидим, что она находится практически под прямым патронажем президента Соединенных Штатов и Конгресса США. Я напомню, что это был эксклюзив от Первого канала, смысл которого я до сих пор не поняла. Зачем? Зачем нам эта информация? Это действительно что-то меняет? И какие выводы должны сделать россияне, которые типа пошли бороться с нацизмом, а наткнулись на гомосексуализм? Так переименуйте тогда спецоперацию и не сбивайте людям прицелы. Кстати, тема геев нашу пропаганду почему-то волнует гораздо больше, чем реальная ситуация в стране. Еще не успела утихнуть шумиха после ранее обозначенного материала, как на телеке нарисовалось новое. На этот раз про геев решила заговорить Симонян. Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере, женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них настоящая любовь. Ну вы же понимаете уровень внутреннего лицемерия, вранья и вообще качества этого человека. Так-так-так, то есть тетя Рита Гейта, оказывается, обитают не только на территории Украины, но и в России. А можно уточнить, наши-то отечественные, они тоже под покровительством Байдена находятся? Или у них свои идолы? Друзья, теперь вы понимаете уровень развития нашей пропаганды. Рисуйте мысли на портрет того, кто это смотрит и кто этому верит. А теперь ответьте себе на вопрос, когда Россия свернула не туда. Если федеральные каналы обсуждают геев, из-за этого получают поддержку своя аудитория и достаточно немаленькие гонорары. Но в России все-таки нашлись люди, способные ответить тете Рите в той же тональности. И судя по восторженным комментариям под видео, госпожу Симонян в нашем государстве явно недолюбливают. Маргарита, ты вообще кто? Вот мне за Россию не стыдно, за россиян не стыдно, а за таких, как ты, стыдно просто какой-то ужас. Я больше того подозреваю, что те люди, перед которыми ты сильно выслуживаешься и которые вкладывают гигантские деньги в твои медиаресурсы, они знают тебе совершенно конкретную цену. Они понимают, что такие, как ты, люди в принципе без принципов. Они же переобуваются в полете, как только возникают какие-то сложности. И ты так сделаешь. И я считаю, Маргарита, что ты не талантлива, ты некрасива, некрасива. И ты абсолютно вот какая-то, ты потеряла человеческое лицо, ты не про патриотизм. И от имени России поменьше говори. Я россиянка, я патриот. У меня огромное количество друзей, которые очень любят свою родину. Но когда ты от нашего имени что-то говоришь, нам стыдно. Вот на мой взгляд, то, что сказала Катя, это золотые слова. Не нужно Маргарите и ей подобным выражать свои мысли от лица всех россиян. Потому как уверена, что большинство с этим не просто не согласны, но и категорически против. Лично мне вообще нет дела до того, кто с кем спит и за какие коврижки живет. За собой следите Маргаритам. Повышайте уровень культуры и интеллекта, чтобы не создавать столь явную пропасть между собой и остальными россиянами. А я со всей ответственностью заявляю, Маргарита это не наше лицо и даже не наш голос. И мне противно от того, что часть цивилизованного мира считает, что все мы здесь Маргарита Симоньян. Вот как-то так, друзья. Я напоминаю, что это был второй выпуск итоговых новостей. Первый мы уже загрузили на нашем канале Ермак Медиа. Если еще не посмотрели, переходите по ссылке в описании. Расскажу про угрозы ядерным оружием и о том, кто решил, что Россия собирается захватить весь мир. Будет интересно. Ну а на этом у меня все. Всех люблю. Пока-пока.